как можно поддерживать поддерживаю ли я украину и вот живя в россии то есть вы меня сейчас спросили вообще своем я умею и да так важно для них вот это вот поддерживаешь не поддерживает я скажу поддерживаю лучше станет человеку что да ладно что такое случилось такого человека у него короче ну был похож на сами бык на слугой нет не знаю но не знаю я так хочешь всех людей то нельзя знать 8 миллиардов вроде как у нас если не знаю что и есть представляешь а какая цель в рулетке вообще ну чтож поздравляю всего хорошего тогда вам я так понимаю можно спать ложится ну с украиной то о чем можно говорить конечно об израиле ну потому что в принципе соображает хоть и пьяный ты чё озабоченный или крик озабоченный приветствую здравствуйте хорошо ну вот если отлично не грустные собеседники в рулетке было вообще бы отлично ну я не знаю какой голос не осмысл даже не грустная навевающая груз а вы откуда вы откуда а слушайте он тут прям сильно совпало и украина самая интересная тема сейчас тель-авив и киев да нет киев уже не интересна тем а ну что ж вы так одеяло на себя притягиваете нехорошо мы не перетягиваю ни в коем случае просто на самом деле интересная тема вот вы сейчас вот прям сказали такую обидную вещь для всей украины ну слушайте давайте знаете хотя бы так вот такой узная а у вас хотя бы она была интересна эта тема вот до того как к вам хамас пришел вот со своими претензиями на самом деле нет на самом деле нет то есть она и не была интересная у вас ну в начале было как бы об этом трубили рассказывали объясняли но потом это все спало и никого не интересовал по большому счету понятно но слушайте ну там же как то вроде говорят все равно передали вооружение с израиля какое-то для украины такое но вроде снаряда я не знаю точно не но смотрите я если бы я грузил их конкретно я бы сказал точно что мы грузили снаряды я сам ящик открывал поэтому я не утверждаю вы хотите слышать мое объяснение ну вы что что-то слышали вы же там на месте как-то ну вот поэтому я спрашиваю хотите услышать мое как бы но мне было бы интересно да у нас были американские склады вооружения это вооружение и те снаряды которые хранились у нас до им передали их передали украине но это не наша они как-то арендовали у вас арендовали у вас площади что да 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 а для чего им хранить снаряды у вас а для чего они заключили с нами союз в в энергетике но в этом союзе вы тоже свои снаряды у них хранить или как и это тоже то есть часть вооружение израиля хранится в америке конечно цель какая используйте их когда понадобится пушки загадочные вы ребята конечно не буду почему загадочную под послушайте на секунду у нас есть договор мы являемся единственным союзником на ближнем востоке для сша вы согласны с этим но я до согласен при окей теперь и среди штаты платят каждый год три миллиарда долларов ну чуть больше не важно три миллиарда пусть будет три миллиарда просто так 3 миллиарда они вам платят каждый год да ну я не знаю за что они вам платят честно говоря я не я не спрашиваю за что я спрашиваю просто так так как я говорю же я не знаю просто так или не просто так не просто так они как вы вот я сейчас объясняю они хранят свои боеприпасы на ближнем востоке поймите простую вещь нельзя воевать без без быка без боеприпасов и где-то нужно хранить где можно хранить только на территории с которой ты заключил договор в этом случае я говорю про нас я искал что мы хороший белый пушистый зайчик не в этом слуне вы не в этом суть суть в том что как вы сказали они арендуют помещение где находится боеприпасы за 3 миллиарда долларов не только дороговато что-то вы берете со своих союзников но мы же евреи чё хотите слушайте а вы им платите за то что вы храните у них где боеприпасы нет мы имеем но как-то даже это это называется как-то дружба в одну сторону только то есть они с этого ничего не имеют вас как зовут виталий виталий андрей виталь вы же понимаете что все пытаются поиметь друг друга вы согласны с этим но я согласен но у вас получается это гораздо лучше я смотрю по отношению к америке ой да ваши слова до богу выше господи о чем вы говорите получается мы пытаемся со своей стороны сохранить какие-то свои внутренние интересы предоставляем как я вам расскажу честно у меня был случай когда я когда я был вами мы охраняли какой-то складки до сих пор не знаю на самом деле какой склад я там даже и меня привезли в этом как сказать в закрытом кузове там было такое что я даже до сих пор не знаю что там было авка в армии какой страны вы служили израиль конечно не ну я же не знаю просто вдруг вы из советского союза где-то нет нет но понятно просто я успел еще в советской армии служить просто вот прям в последние я ушел советской армии а пришел а советская советского союза уже нет я служу я не служу советской армии я служу в израиле и были ситуации когда иногда себя спрашиваю а чё делаю и где нахожусь и мне никто не отвечал секрет на этот пример да мы были неделю на каком-то объекте где даже нельзя было спускаться вниз то есть там были лифты скоро с карточками нам это не давали нам то есть настолько это было секретно что я вообще не зачем там нахрен было вообще вот реально не знаю может может ядреное оружие хрен его знает я даже не знаю где мы были я до сих пор не знаю прошло 20 лет я не знаю где мы были нас туда привезли в закрытом уазике скажем так и увезли закрытом уазике мы там просто охраняли вот неделю почему неделю почему мы на самом деле потому что я не отношусь каким-нибудь там охранным подразделением я относился боевым подразделением ну вот нас вот туда привезли мы неделю там сидели но может там охрана может там охрана наелась каких-нибудь из продуктов не не свежих не знаю не знаю ну на самом деле я вот реально я не знаю что там было вот не знаю слушайте но ладно оружие это такое вот последняя новость ладно про это давайте по поводу этой греческой церкви что вы скажете по этому поводу новости на самом деле такие что я не разрушили ну то есть а что а что там ну а что разрушена тогда я не знаю то есть она целая стоит я не знаю да блин уважаем вам же там виднее как-то мы ни хрена не знаю смотрите больницу показали полностью вот ее нет все а церковь я просто не понял я так быстренько пролисты кто взорвал а кто ударил по больнице ну насколько я понимаю процентов 99 это то что израильская армия а вы уверены я же сказал про 10 процентов 99 вы понимаете фишка в том что я не знаю я как гражданин израиля вот я честно могу сказать я не знаю я не защищаю нас ни в коем случае не я просто не знаю потому потому что такие факторы используются в пропаганде и окей давайте так 7 октября было нападение израиль они же прекрасно понимаешь и будет ответка вы согласны со мной такая я так понимаю что цель была именно в этом вот теперь объясните мне пожалуйста они прекрасно знали что будет ответка они прекрасно знали что будет какие-то действия со стороны израиля правильно я же говорю цель цель была именно в этом спровоцировать спровоцировать а кто пострадает пострадает народ естественно спровоцировать израиль чтобы израиль нанес такой удар который приведет к массовым жертвам среди мирного населения я хочу я хочу спросить вас нет просто я вот цепочку продолжу который приведет к тому что израиль гораздо меньше станут любить во всем мире и уж ваши ваши соседи ваши соседи это неважно я сейчас не про это говорю я твой проще руководство хамаса который прекрасно понимала что тот акт или тот то действие которые сделали 7 октября последует на него ответ и они прекрасно понимали что мирные жители пострадают я хочу спросить вас как человека далеко от этого мы не думали кто виноват да и что делать о чем они думали смотрите я же мы же понимаем что вся эта эта территория она как бы как это называется живет за счет спонсоров правильно значит кто платит секундать кто платит тот и заказывал это замечательно кто заказывает музыку тот и девочку и танцует соответственно я думаю что они не думали они выполняли приказ теперь меня просто вопрос мы вышли с газа 15 назад они кричат оккупации тогда тогда так это всякую херню мы 15 лет назад вышли газа что они делали в газ куда они вложили деньги а я не знаю знаете на прям плотно не слежу куда там я слежу что что-то вы знаете да они ничего не сделали у них была единственная электростанция которую мы разбомбили потом они с трудом это восстановили и потом опять мы разбомбили но в этом не в этом суть я о чем говорю что прошло 15 лет только вдумайтесь 15 лет не год не два не 3 15 не было вложено делал деньги здравоохранения в образование инфраструктуру вы знаете что 45 процентов безработных газе 45 тут такое дело рассуждать о том хорошие ли там люди предприимчивые я не я не давать я я не об этом говорю закончу плане того что смотрите какая разница какие там люди вот которые погибли скажем если они например они не участвовали боевых действиях то в принципе они виноваты я понимаю это прекрасно но я спрашиваю где они были последние 15 лет те люди которые были хамас те люди которые поддерживали хамас 15 лет где они были о чем они думали они думали что слушайте вы знаете люди не обязаны вообще если они пали жертвой скажем так каких-то авиаударов они в любом случае все равно не виноваты даже если они вообще не думали вот идет человек по улице он не думает ничего подошел к нему маньяк сзади и зарезал как думаете человек виноват в принципе о чем он думал да очень в очень примитивная ну а как вообще почему человек постоянно должен думать вообще и убьет его кто-то или нет а когда выбирали зеленского который обещал сейчас я не хочу но он ходит вот это который обещал мир с россией который клялся на коленях что не будет конфронтации с россией и который сейчас разве развязал бойню где гибнут люди где гибнут солдаты с обоих сторон гибнут мирное население с обоих сторон я хочу спросить где эти люди которые его выбирали